...какой-либо сайланс или что-то, что будет контрить эмберспириты. Поэтому таск здесь, если он и будет являться саппортом, соответственно, нужно теперь брать каких-то героев, кор-героев или же хардленера, которые будут иметь сайланс. Но я не вижу пока в бане Баланара, он же Найт Сталкер, поэтому его еще потенциально могут взять в качестве хардленера комплексити. Если же таск является хардленером, в качестве саппорта можно взять любого сайлансера, какого-нибудь сайлансера, Скаймак, Дизраптор, все эти герои все еще доступны в бане, поэтому у комплексити есть еще возможность куда двинуться, в какую сторону, кого взять героя, какого взять героя. Поэтому я не считаю, что в принципе комплексити сейчас оказываются прям в западни, вот эмберспирит ласт пика может быть что-то бы исправил, но MVP Phoenix показали его уже сразу, четвертым пиком, так что комплексити еще могут подправить то, что имеют. Единственным вопросом MVP Phoenix будет ли Стардар являться кор-героем или же отправиться в хардлинию, а то и вовсе окажется в дабл-линии. Это тоже вполне возможно. Но с таким героем все-таки MVP Phoenix любители дабл-линии, поэтому не зря вначале был забанен такой герой, как Висадж. Тьфу, блин, Висадж, Висадж появляется в комплексити. Такой герой, как Undying и Enchantress. Они любители дабл-линии, поэтому не удивляйтесь, и здесь они такими героями их как-то выставят. А вот Висадж появляется у комплексити. Это, кстати говоря, ну, скажем так, весьма неожиданный ход, если привыкли мы видеть Висаджа в связке там с Дроу Рейнджера, то как самостоятельную единицу, видимо, очень редко. Ну, а кто ей мешает взять Дроу Рейнджера, кстати, потому что у них еще до сих пор корни определил второй, да, который будет здесь. Ну, то есть, скорее всего, Таск можно отправить на тяжелую линию, Висадж как саппорт, Дазл как второй саппорт, и еще одного добрать парнишку. И берешь Траксу. Единственная проблема в том, что у нее очень тонкое лицо, и Эмберспирит более поздним. Ну, любой инициатор, кто может сократить дистанцию, какой-нибудь пилишный герой, да, который, в принципе, без этого действительно как бы неплохо было бы смотрелся. А тут есть и Эмбер, который на Ремнити нападает. Правда, Сайленс его будет контрить, и отчасти, может быть, Дроу Рейнджер здесь бы каким-то образом осмотрелось. Да нет, там еще и Бэйн. Это все крайне неприятно, опять же. Может быть, крайне еще более неприятным героем был бы Клокверк, если бы он появился. Хардленера, кстати говоря, банит Брудмазер. Брудмазер банит в качестве Хардленера, банит Комплексити. Забанит Джиггернаут и МВП Феникс. Джиггернаута, в принципе, юго-восточно-азиатские игроки конкретно из того региона пикуют довольно часто, поэтому неудивительно, что они его забанили. Да, но не стоит забывать о том, что они не в юго-восточном-азиатском регионе. Я бы сказал, что и Комплексити. Немного у них же же другой выбор. Джиггернаут, наверное, я думаю, что даже Комплексити сейчас сразу же сделают ласт пик, потому что у них времени на самом-то деле не так много остается, чтобы подумать. И, наверное, просто возьмут себе какого-то героя. Я не знаю, будь это Дроу Рейнджер, это вполне возможно. Но я все же склоняюсь к некоторым другим героям, наподобие, может быть, что-то даже либо Сларк, либо реально какой-то Силенсер, потому что нужен Силенс здесь в такой ситуации. Темплар Ассасим появляется в ВП Феникс. Ну... Да, это их герой. Ну, смотри, что я хочу сказать на тему Дроу Рейнджера, на тему того, насколько этот пик может заехать. С одной стороны, ты знаешь прекрасно мою нелюбовь к тонким керри. Когда ты делаешь расчет на очень тонкого керри, соответственно, у тебя должны быть запасные планы. Запасных планов здесь. Ну, не только разве что Shadowfin будет каким-то там таким запасником. Ну, в плане того, что если керри не сможет, кто поможет. Да, у нас есть СССР, но на фоне Эмбер Спирита, даже на фоне Эмбер Спирита, которого я не очень люблю на роли керри, Дракса будет смотреться все еще тонкой, очень и очень тонкой. 10 секунд, но она появляется. Да, все же решили сделать выбор именно в пользу Дроу Рейнджера. Ну, во-первых, это на ней еще и Стенден играет, которого нашли комплексити буквально вчера, насколько я знаю. Пингвинчик, но он как бы не первый день играет в Тудоту, что называется. Он известен широко в Хайме Марпуле на территории Европы, дай мне память, не изменяет. Так что все нормально здесь. Ну, все-таки, конечно, мало того, что теперь еще и Пик имеет какой-то минус армор, причем довольно серьезный. Это связка с Лордар Темпларка. Она, знаешь, ничем не хуже, чем там Слардар Верка, та же самая. Здесь Темпларка тоже очень хорошие нюки дает, и ого-го себе. А плюс еще все подкрепляется тем, что есть Эмбер Спирит, который очень силен в мидгейме. Честно говоря, сейчас, если посмотреть на Пик, мне как-то больше внушают доверие Пик именно ребят из МВП, ибо комплексити имеют Пик, ну, он в определенной реализации реально хорош. Они могут реально неплохо пушить. Они имеют действительно хороший дэмэдж по вышкам. Ну, и если будет какой-то качественный дэмэдж сфокусированный, да, они могут неплохо заехать. Но есть некоторая проблема. Это инициация. По сути, инициировать здесь некому. Ну, кроме Таска. Но Сноубол вряд ли можно назвать инициацией прям-таки мгновенной. А вот команда MVP Phoenix такую инициацию имеют. Это Темпларка, это... Ну, по сути, Эмбер Спирит тоже в этот список ходит, в том числе и Слардар. Поэтому как-то надо будет комплексити очень хорошо держаться на расстоянии от MVP и не подставляться под их выпады. А это будет очень сложно сделать. Но будет за этим как минимум интересно посмотреть. Пока у нас рун-контрол, а также мы еще и представим команды. Да, давай, с самого начала по классике. Ну, начну я, наверное, с MVP Phoenix. О, да, ну, конечно, не MVP Phoenix, это просто набор. Это Феликс, по сути, состав Феликс. Ну, по сути, да. Будет играть Кио на Темплар Сассин. Райзен исполнит Эншина Паришина. Фоу Рэйв играет на Слардаре. Эмпи, Эмбер Спирит и Дубу, как и второй... А, третий, получается, за стенд-ин. Ну, разумеется. И соседняя команда будет исполнять у нас Бэйна. Да, кстати говоря, Куа на Темплар Кио, все мы помним, как это было во времена Интернешнл, лаг-квалификации и всего-всего остального. Это было действительно сильно. Ну что ж, у Руна забирает у нас игроки, а я представлю команду комплексти. С Виндл Мэлл он заиграет на Таске, Лимб играет на СФ, и Пингвинчик на Дору Рейнджерс, Фрик играет на Дазли, и Ханскин играет на Висадже. Вот такие дела у нас. Ну что ж, матч начинается. Поглядим, как у нас будут развиваться ситуации. А пока что стадия лейнинга. Да, ну, понятное дело, что у нас будет противостояние, соответственно, Темплар Кио и СФ в миду. Вроде как есть два саппорта, которые, по идее, должны и, с одной стороны, помочь своим ребятам в первые свои шаги на пути к выигранному миду. Сделать, кстати, очень Бэйн, очень, на самом деле, агрессивно и запасно себя ведет. Он прекрасно понимает, что никаких рейзов у Лимба нет на ранней стадии игры. Он прекрасно понимает, что он ему ничего сейчас не сделает, до третьей минуты точно. Поэтому может раскидываться тычками и взять, собственно, брейн сап и сапать направо и налево. Здесь же есть Даззл, и Даззла будут держать здесь как можно дольше. Ну, чем это КО? На то, чтобы тот... Все же он на этом героичный, хороший. И какие-то силы вначале могут потребоваться, чтобы Лимбу набрать лишнее количество, соответственно, чтобы как-то держать линию еще лучше впоследствии. Я это прекрасно понимаю. В принципе, вполне себе ожидаемый ход от команды Комплексити. Но на месте с Фрикой я бы еще уделял внимание стакам в лесу, потому что это очень важный аспект РЦСФ в миде. Да, и более того... Вот именно поэтому я люблю Виспа. Ладно, неважно. Важно то, что Райзен внизу немножко получает. Ну, как-то Свиндл Мелонс, да, больше, скажем так, боковать пытался. Но он вовремя получил второй левел, у него теперь и Шарда и Сноубол, поэтому как ни крути, позабрать его будет сложно. Но впоследствии, когда уже будут чайна, соответственно, да, вот чайна есть, есть флеймгвард, и еще будут фисты, чтобы как-то напасть, хотя бы чуть выпад вперед сделать. Тогда уже будет опасно. А вот комплексы в миде взяли да подщемили ребят, то есть вроде как его можно было отпиться, вроде как бутылка уже приехала к ЮО, и все у него хорошо, и надо на рунь контроле сейчас будет выиграть. Но если они в таком состоянии, да, в таком просаженном состоянии пойдут сейчас контролировать руны, ни к чему хорошему это не приведет, потому что комплекс тянет дураки, и они понимают, что... Темпларк сейчас будет обузить Курьера, значит, одновременно... Да, скорее всего, это несложно сделать, ему Дубу пойдет, возьмет какую-нибудь руну, он может ее превосходно законтрить, потому что есть Найтмэр. Курьер сил света был уничтожен. Так вот. Ну, добегались. Хастал Темпларк, этим временем можно обязательно прийти как-нибудь ее реализовать, например. Он заберет руну, а комплексы, она просто не нужна, чтобы туда идти. У Лимпа пока еще Ботла не было, он не намного больше крипов, больше, не намного больше крипов. Райзен отдаст First Blood, далее Кьюо подходит и будет мстить за своего товарища. Раз тычка, два тычка, но еще две, как минимум, вот раз, вот два. Очень, очень хорошая реализация хасты, обычно такое бывает редко, когда мидер приходит так рано в какой-либо из линиях и что-то на ней делает, но здесь Курьер у него пустил шанс просто прийти и получить ассист, и быстренько с ТПшки вернуться обратно в мидл, поэтому немного ХП он упустил мимо себя. Да, с другой стороны, ФБ все-таки был за командой комплексы. Этого тоже нельзя упускать из внимания. Ладно, продолжаем разговор. Мне интересно, что происходит на ТОПе, потому что здесь на Ханске нам особо не смотрели, особо на Пингвинчика тоже. А происходит равно то, что, например, Форев, который играет на Слардаре, вынужден уходить оттуда, идти регенерироваться на втором уровне. То есть вот пока ребята из комплекса будут набирать левел, четвертый левел уже и траксы. Но все у нее хорошо. Слардар, который должен, по идее, влетать на нее и быть максимально агрессивным парнем, ну, он проседает. Конечно, проседает. Там два сильнейших рейнджовых героя, один с очень вообще прям великолепным нюком, второй также с дизейблом и с сайлансом, поэтому единственное, что Форева спасает, это вот сприн, который имеет. И в то время сприн там получает больше дэмэджа, так что там тоже стоит помнить. Поэтому ему ближе, чем ближе подойдешь, тем больше потом получишь. И тут на боте у нас вновь встречается Соларанг Варьер против Свиндл Майлон Зэмп. Правда, у того уже шансов на выживание нет, ибо он потратил сноубол и выбрал, может быть, не самое подходящее место, куда отступить. Да и шансов куда-то отступить больше не было, так как грамотную позицию выбрал Эмбер. Вот и, пожалуйста, ответ. Ну да, вступил в нечто теплое и липкое, как и говорится. Но, опять же, слишком самонадеянно себе повел Тасик, потому что я тут смотрю-смотрю, он вроде как, знаешь, такой сноубол заюзал. Опа. А у нас на нижней руне будет разворачиваться Тарака, потому что Позен Тач получил уже себе кьё на лицо, наберет себе регенерацию и сдают сон на лимп. Рядом есть Вирлз. Если что, развернется да поможет своей команде. Нет, просто пока что размен любезностями. Так вот, он такой в сноуболе, знаешь, стоит, закрутился и такой думает, ну, просажу я у него сноубол. Всё равно он сам по себе тоже здоровья много не имеет, но забывает, забывает, ребят, о том, что это Эмбер Спирит, о том, что у него есть такая вещь, как Флеймгард, которая дамажит неплохо по 40 ДПС. Так что с этим шутки плохи. Продолжаю разговор. Хотелось бы отметить ещё одну замечательную вещь, что на боте опять-таки пытаются боковать на Райзена. Райзен здесь у него есть. И товарищ свой, который, если что, подсвяжет. Эту связочку, кстати, очень можно хорошо реализовывать. То есть MP связывает, сверху колдфит, и всё. И парень никуда отсюда не уходит. Он замерзает. Как видишь, он может засейвиться сноуболом, что, в принципе, он сейчас и сделал. Ну, засейвиться, да, но его не чинили сейчас. Нет, чинили, чёрнил его. У него мана сейчас на том, на другое, в общем-то, полностью. Он её проюзал на Флеймгард и не чинил пока что. Сноуболи на Райзен вкидывается. Райзен пытается уйти, но никуда он сюда не денется. Шарды очень хорошие. Более того, это самое место в лесу. Оно очень даже неплохо тем, что грамотно отшардить и дороги никакой, то есть не размансить, не пройти между деревьями, ничего такого сделать уже невозможно. Дубу, кстати, всё в миде ждёт, интересный, что он тут будет делать у нас. Фрик в миде, но без креста. Сзади даже к нему в спину уже выходит СФ. Мог бы, конечно, пойти хотя бы понять, что там со стаками. Но приходит Форев. Зинкрашем он выступает по сприку. Тут у того, кстати говоря, нет маны на крест, поэтому КУ сейчас подойдёт, и вот можно будет развалить. В этот момент и на Олимпу можно будет переключиться, пока Дубу, в общем-то, танковал. Ребята, вот тут неплохо скооперировались. Форев вместе с КУ. Ой, теперь Ханскина ещё туда же могут отправить. Правда, надо будет его ещё догнать. И вот через секунду уже будет Стан, и вместе с КУ ребята будут разбирать его. Минус армор там уже, в принципе, висит. Сноуболт засейвил сверху. Вот это пингвинчик. Уже мало того, что опробовали одного, деваться второму некуда. Уже мало того, что Свиндл Меллан шестым левелом, уже доказал это сейчас Белл Роспанчем. КУ стоит сейчас в Мелде. Не знает, куда ему деться. Деваться некуда. И вот тут Сайланс пингвинчик. Кто-то его, в общем-то, выкурил и расстрелял. Всё довольно просто. Оказалось. 4-4 довольно-таки неплохо реализовались. Дело капиталисты. Дерзко нырнули очень далеко. Ну и пингвинчик там особо на линии у себя, скажем так, за картой хоть посматривал и глядел, что на ней интересного происходит. И вот это время, которое... Вот могли бы даже, наверное, уходить после того, как убили Дазла. Потому что у ЗТПшка в тот момент уже шла в мидл. Это стоило прочитать всё-таки игрокам, чтобы понять, что враг близко, и не стоит всё-таки идти так далеко. Именно так. Опять на АМП пойдёт Сноуболт. Опять же, парень может через 5 секунд снова чинить. Валрус Панч тут же просадить не получится, хотя Флеймгард в скором времени закончится. Кен Пи Пи. Небольшую паузу. Ну, смотри, в принципе, сейчас... Может ещё налететь Ремнантом, понимая, что довольно-таки долго будет ещё у Дауни Сноуболт. Ну, довольно-таки долго. Это не так уж, на самом деле, и много времени. 12 секунд за... Хотя за 12 секунд можно лицо оторвать. 12 секунд он его убьёт. Чина через секунду. Мне кажется, Свиндум Мелонс сейчас может погибнуть. Если этого захочется у ЛА, ну, тут он решил просто уйти, ладно. Это тоже вариант, потому что Пэшки там разные, например, те же самые Даззлы, могут помешать. Но Даззл, кстати, в миде и без ТП получает пока Экспу. Я хочу отметить отдельно, как играет Фору, потому что в последней драке он дал 3 краша. Один... Ну, каждый из них попал, во-первых. Во-вторых, один был прям по-двоим, что называется, на самых таких... Все-таки он его достал. Да, да, да. Да, да. Солрак Варьер все равно все-таки делает фраг на таске. Вот. То есть стоит краш, и у него вроде как есть рейндж. Его попадают... Попадание... Да, да. Да, останется, конечно... Он даже примерзнет, но Форев не имеет возможности нырнуть дальше. А мог бы, мог бы, мог бы. Ну, идти подставляться под дэмэдж, под Кайлы, как-то, видимо, не особо такая у него была лучшая перспектива, особенности, когда его тиммейты на это не особо внимания обращали. Коу в миде как был, так и находится сейчас. В целом, мы уже увидели эту связку, как раз-таки реализацию... Я не знаю, зачем Свину Мелонс так дерзко накатился сейчас... Но вот, чем это может закончиться. Как бы, на ТП рассчитывал, может быть, но, по-моему, это было немножко бессмысленно. ТП отменили, кстати. Но у него есть бутылка, если что, будет напиваться еще один заряд. Имеется. Более того, сейчас будет откат еще все скиллы, которые есть, и все будет хорошо. Кью занимается полезным делом выформлять стаки, которые ему здесь сделали. Соответственно, тем же самым занимался и Лим в последнее время. Покупает себе этот молодой человек. У нас что? Много всего интересного. Об этом чуть попозже, потому что на боте разворачиваться довольно-таки интересно. Да, там просто был распанч. Отбросил ремнанта. Вроде и нападать собирались, но долго шла ТП-шка, и Ханскин, к сожалению, не мог прийти вовремя. Ку, реально неплохо сейчас подзаработал деньжат на этих стаках. И почти фактически выиграли. На разно. Но более Валрус, панч его по лицу, и никуда уже не уходит сюда. Ни Эджет Апоришн, ни Ханскин, кстати, которого тоже можно будет зацепить, но связочка-то будет только через 3 секунды. Ну, пока связать, и все. Дабл-килл. А, нет, даже не дабл-килл, просто. Ну, просто скилинг-приз-трик уже, да, это неплохо. 3-0-2 уже идет Эмбер Спилит. Вполне себе реализовывает как... Даже как Эмбер, я бы назвал. Это его стиль игры сейчас абсолютно. Могалось только, скажем так, сохранить за собой преимущество, не умирать, и не подставляться в первую очередь под Сайланс. Вот что самое главное. С этим расчетом-то, в принципе, в контроле была взята Дроу Рейнджер. Поглядим, как ребята будут ее использовать. Пока что на данном этапе матча, 10-й минуты игры, мы не видим толком преимущества из стадии лейнинга. Абсолютно команда, и ни то, ни другое не была выиграна. Но в целом, и можно назвать, что главным оружием сейчас MVP в мидлгейме будет Соларанк Варьер, он же Эмбер Спирит. Соответственно, и Ко, который по максимуму сейчас выпарывает себе Блинг Даггер как можно быстрее. Либо Блинг, да, соответственно, либо Дезолятор сразу же просто райт-кликом. Тут же на него нападение. Шарды поехали. Поехал из Сноу Волл. Кью, кстати, оттолкнулся оттуда. Вернее, его оттолкнул сам Плитач. Трапа пошла. Это неприятно. Фориев может достать. Но если бы его не... А, ну даже Сигил не спасает. Но Воллера с панчем. Фориева здесь задели. Пингвинчик сзади. Нападает Соларанк Варьер. Просто пингвинчик. Бог бы умереть. Прямо сейчас, если бы не Дазл. Хороший крест. На Ханскене переключается. Тот добавляет Соларанк Варьер. Еще жив. Коб берется до конца. Он все еще жив так же. И отступает живой. Правда, Бейн умер, потому что Рим пришел. Неплохие еще шарды. Здесь шардами убил как раз-таки именно его. Только что Таск. И улетает Соларанк Варьер. Хотя бы сохраняет за собой стрик. И даже его там еще усиливает. 5-0-2. Теперь Соларанк Варьер вырывается вперед. Там все-таки потери велики довольно-таки у команды MVP. И киллов сделала больше комплексити. Да, 2-3 разменчик. Абсолютно такой. Хотя на самом деле довольно-таки ровный. Потому что если мы посмотрим на преимущество. Оно опять же ни в какую сторону никуда не. Не, ну на 600 золота чуть больше получили комплексити. Опять же разница одного фрага. Могли бы получить больше, если бы забрали именно Эмберспирита. Тогда можно было бы назвать, что в драке, конечно, они выиграли. А здесь довольно такой равноценный обмен. Потому что на данной сайте игры пока что все эти ребята не имеют особого нетворстного веса. Но, опять же, не забываем про такую стратегию, как Off-Fit. Мы делаем даем им стреки 5-0-2 у того же MP. У него иногда стынуть и есть уже тревола, кстати. Но если его сейчас поймать и убить, за его голову дадут очень-очень много интересных монеток. Приходит на мид. О, у нас идет здесь лимб. Путался. Будет пытаться как-то скьюр разбираться, наверное. Но могут выйти саппорты. В этом самая главная проблема. И нужно обзавестись вижна. Потому что если мы сейчас глянем на карту и посмотрим на вижн, который имеется, мы найдем только лишь один обзервер от команды комплексити и дон вообще наверху. И скоро закончится. У MP чуть-чуть получше с этим делом. Стоят свежие ворды на клиффе. И здесь, наверное, в верхней руне стоит еще вардик внизу. Опять же, здесь на спуске с лоу-граун. Вернее, на подъеме наоборот, да? Чтобы если они там поднимались, у них был четкий вижен на того, кто находится наверху, чтобы план гарантии поехал на таска. Вернее, на его иллюзию был только что выдан сон. И поэтому с моугэнг, да, он обламывается. Не совсем. Не увидели Коу вместе с Рейзеном. И они, пользуясь моментом, Бринка переходит на топ-лейн. И сейчас об этом не знает команда комплексити. И сюда же дерзко-то пойдет. Коу уже, не стесняясь, может даже прыгать дальше. Трафа пошла. Пигминщик немножко ошибается. Еще S-бласт к нему прилетает. В общем, это минус. Дубу приходит и, если что, контролирует фраг. Им самым, кстати говоря, должны пользоваться моментом. Бринк Феникс вышка на топе не должна стоять. Трафа, контролирует ситуацию Эйфориев. Правда, в лесу на спринте бегать, наверное, одному, это не слишком безопасно. А здесь у Таска проблема снова начинается внизу. Может, Бринк пойти за ним дальше. Пэсу да, Солоренк Варьер. Ну, может, конечно, чайной еще привязать. Она добьет. Ему нужно улететь как можно быстрее. Приходит СФ, но он, соответственно, угрозы не представляет. Сейчас он просто улетит. Здесь в лесу также нападение Анаханскина. Оказывается, он Финсгриппе, сверху Слизелин Краш, и Фориев его заберет. Без особых проблем, а даже стики ему не помогут. 14-8 в пользу команды MVP, и мы продолжаем наш разговор. И продолжение еще того, что здесь у нас забрали. Мало того, что вышку. Ну, еще и фамильяров добавок тоже, что монет приятно. И здесь, ну, если бы попало все сразу, в том числе и попал бы. Хорошо, как он заревеил этот ультимейт. Но, к сожалению, все равно демоджи оказываются выше. Его Рошан забашал, забрал Куо. Неприятно. Сприк оказывается в Найтмэре. Пингвинчик расстрелит Куо, плюс добавляет Сайланс. Фори все еще жив. Сприк кидает на себя крест. Фори погибает. Далее тут мы видим, как на пингвинчик нападает Куо. Вместе с Дубу они должны его разбирать. Далее оказывается Сприк вместе с Ханскином. Один. Куо разбирает одного. Приходит Рейзен. Челингтайз избирает второго. Бейн погибает. Ну и разбирает Фамильяров. Большие потери несет команда Комплексити. Трипл килл делает Куо. Вот он Куо на Темпларке. Я думаю, что ее надо будет в следующий раз. Может и в бан отправить Рейзен. В миде может погибнуть. Вэлрус Панч минус. Почу ему, да, погибать. Да, он может немного даже забыл как-то, знаешь. Такая вроде бы хорошая драка. Но здесь Куо должен за него отвечать. Мы видим, как очень больно он бьет. Да, Шардами себя заблочил. Свиндл Мэллоунс. Но вряд ли спасется. Ибо вся его команда мертва. И это фактически на секунду можно назвать... Конвейер геймингом это надо называть. Я бы даже сказал, да. Конвейер гейминг. Потому что уже в какой раз ребята просто отдают все, что у них было. И не жалеют. MVP Феникс. Их преимущество вырастает с нуля, наверное, до трех с лишним тысяч. Это даже на самом деле еще не обновленные графики, которые можно будет посмотреть. То есть преимущество достаточно серьезное для шестнадцатой минуты. У нас были матчи, в которых на тридцатой минуте было преимущество абсолютно нулевое. В одной и другой команды. Лид Айс Бласт. Айс Бласт попал на Рошана. В смоках ребята из комплекса. Сейчас будут цеплять Куо. Потому что это самая первая цель, которую надо профокусить. Сарис полетел. Но от него отблинковывает на прекрасный Куо. Дальше. И там Солурен Кувалер. Пролетел фистами. Слушай, не надо здесь драться. Здесь даже вышки нет. Комплексити. Это не стоит делать так открыто против сперника, который... Ну... Который вас только что нагнул пятером. Ну не то, чтобы даже так, да. Но все-таки посильнее это будут. Они сейчас именно пиксят. Сейчас на базе. Давай назвать их своими именами. Просто называем их своими именами. Потому что ребята из MVP... Ну не Феникс, разумеется. Феникс, Феникс. Это Феникс. Технически это Феникс. Да, окей, хорошо. Они на самом деле... Драку, в которой они заведомо проигрывали. То есть через то, сколько фокусов себе лицо получил Кио изначально. Они ее заведомо начинали проигрывать. Более того, у Форова там были проблемы со здоровьем. Он нам и крашить нормально не мог. Они ее вытащили просто на стиле. К сожалению, у нас уже с дезолятором как бы сейчас могло дело начаться. 15 минут. Пларочка, блинка, дезолятор. Где такое видано, что называется? Да, при этом еще не отстает Solarank Warrior. А Пингвинчик, кор-герой команды комплектити, имеет рука. 4800. И ребята отправляются на Рошана. Открыто. Тут рядом уже находится команда MVP Феникс. Они все находятся в Рошпите. Туда сейчас Ultimate аппарат-то залетит. А плюс туда еще может залететь. Ну, правда, без блинка. Все еще Форевс. Middle Melon стянет. Рошана забирает. Дубу подходит. Ой, как неприятно. Он сейчас должен туда... Ах ты ж. Все равно Аегис в руках. И далее драка может развернуться уже не в пользу. Команда MVP на Дубу нападает. Быренька убивает. Забирает. Далее врывается Куа. Выбили Аегис. Дубу. Дубу живет. Фрик может погибнуть. Кидает на себя крест. Дубу живет по концу. Он очень долго держал соперника. Внимание, именно на себя. И сейчас там мы видим, как Куа вместе с Solarank Warrior разбирается с командой комплекции. Уже забрали СФ и поставок, как он забрал Аегис. Теперь еще нападают далее на Куа. Ну Куа-то вызовет или Solarank Warrior может погибнуть? Нет. Он уходит на ремнанта. И в том числе Куа сейчас может попытаться уйти, но не тут-то было. Да. Это ошибка. Жадность команды MVP. Они почувствовали, что они сильнее. И зажадничали этот Аегис. Могли бы даже здесь не трогать. Сейчас более выгодной позицией оказаться впоследствии. Solarank Warrior уходит на ремнанте. Хотя, по-моему, это выглядит несколько... Он мог бы хотя бы остаться внутри, и его бы могли не заметить. А он решил выйти, посмотреть и сделать ТП прямо на глазах соперника. Знаешь, что я хочу сказать? Не надо было лезть, пока в аппарата не было ультимейта. То есть, когда ты сказал, типа, сейчас залетит в Рошпит ульта аппарата, я посмотрел, там было 12 секунд кулдауна. 12 секунд кулдауна, это значит, что... А уже Аегис забрали, и они просто жадничать начали. Да. Не электрик, как говорится, не фиг лезть. Ждем, соответственно, продолжение банкета. Атака пошла на Т-1 Tower. От Комплексити, они делают все очень грамотно. То есть, они выиграли драку, они взяли Рошана, и они закрепляют свою победу в замесе. Соответственно, дали увеличение своего преимущества за счет спушивания башенки. Немного, немного сейчас, скажем так, у нас на карте пока что происходит, после того, как Комплексити все разобрали. Но зато я скажу так, они много отыграли. Это почти 5000 золота они отыграли сейчас. И под смоком в мид, возможно, нападение на Лимпа. И я, кажется, думаю, что ему сейчас здесь, ну, по дезоляторам, ну, совсем чуть-чуть такой, ну, совсем прям. Ой, его уничтожает. Там атаки аж чуть ли не 200 сверху. Ну что ж, и теперь далее уже... Даже иду дальше, не стесняясь. Свиндл Мелонс должен отступать. Мингвинчик уже делает тп-аут. Свиндл Мелонс... Ой, 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 Рассол Рэнкварьер. Ну да, его разберут. Сноубол ему здесь мало чем поможет. Да. И это минус 2. Свой потенциал VP Феникс должны обрушить именно на пуш вышек. Таким пиком хорошо, когда у тебя блинк даггеры, да, когда у тебя там блинк появится на Слордаре, блинк появится на Темпларке. Хорошо, когда соперник мало что на карте видит, и мало куда реагирует. На блинках ты врываешься очень быстро, но при этом ты не имеешь возможности выйти от того места, на которое ты вот напал. И если будет меньше вышек, соответственно, меньше шансов на то, что комплексити смогут как-то им ответить. Давай глянем на графики и посмотрим на то, какие качели происходят. Я так за ними поглядываю. Да, 5000 было, 5000 не стало преимущества у комплексити. Они его просто отдали за минуту. Как же тяжело, они к нему ушли с самого начала, но, как видимо... Много фрагов пришлось сделать. На самом деле, да, многочко поменялось, потому что те герои, которые есть в комплексити, они сейчас получили деньги. Но они все равно... Те айтемы, которые им совсем прям так необходимы, еще у них не совсем появились. Манта Стайл там у Дроу Рейнджер будет собираться, но у ребят уже Дезолятор, кого сам понимаешь, они разбирают очень быстренько. Конечно, да. О чем я говорил? Это неизменилось. Ты берешь Траксу, соответственно, как основного кири, тебе нужно либо ее нянчить так, чтобы у нее вообще все было гладко, шикарно, шоколадно, и она там формила, не переставая. Либо, соответственно, брать себе, просто брать себе кири потолще, которая хотя бы может жить в замесе, нет. Она живет, конечно, там и Сайлс может нажать, но они быстренько, ребята из ММФ, разумеется, быстренько выпиливались от тех, кто представляет реальную угрозу. Я имею в виду там Дазла, соответственно, Визажа и так далее, до Нюкеров, которые тут имеются. А после этого развернуться и сказать Здравствуйте, пингвин, а что ты можешь сделать без своих саппортов? А ничего. Ровно ничего, потому что отлететь за 2-3 тычки, если там прокнет по креточку, там из Молдата еще от Q, то и за 2-3 тычки спокойно отлетает Тракса. Больше не надо. Смотри, сейчас размен Т2 в Т1, в принципе, возможен. Хотя Q1 и справится, все не хотят туда подходить. Предпушат параллельно Кориев, но у них не слишком сильно получится. Даже Т2 идет на Т2 уже. Размен Глиффер Тракса прожимает. Команда MVP Fenix уже второй раз. И все, дальше еще ждут комплексити. Для них этот выход весьма очень неплохой, потому что они сейчас равняются по вышкам, потому что MVP Fenix в свое время этому не так много времени уделяли. Но если здесь сейчас они еще и Т2 заберут, может быть, даже там жадность у комплексити где-то там, но она есть. Сейчас будет реакция 100%. Свиндл Мелланс уже накатывается. ТП-шки пошли. Сохтом аппарат ультанул в Лимпа. Свиндл Мелланс оказывается в финсгриппе. Весьма неплохо сыграно. Матта с ТЛСФ пошел. И далее уже нападает Соларинг Вариор. Пытается с Кстлотюк, удается это сделать. Подгорят Сфрику, который дал ему крест, но после этого он сам отъехал. Лимп тоже погибнет. Деваться некуда. В том числе Соларинг Вариор. Они заработали даблкил на нем, и еще плюс один фраг добавили копилку. Вот я о чем хотел поговорить, знаешь, в серии того, что вот хорошо, они будут менять Т2 на Т2, и вроде как это выгодный размен для комплексити, потому что они там смогут там некоторые вещи купить. Тут много даже не надо говорить. ТВ-шка так нагло, дерзко. Под Бейн и под все остальное, под пятерых втроем шли. Три против пятерых. Ежетат три в ноль. Все просто. Да, именно так. И более того, МВП могут трейдить свои вышки сейчас абсолютно спокойно. Их преимущество, оно имеется, они доминируют всю карту, даже если у них теперь нет товаров. То есть они могут драться не под своими товарами и выигрывать за место. За счет темпларки, которая... Господи, дезолятор. Блинк. Этот еще дабл дэмэдж в бутылке. БКБ, которая лежит в курьере, я прошу отметить, да? То есть она вообще все размещает направо-налево. Вон, опять же, Тайсик подлетел домой. Он уже как бы избластное лицо имеет. Да, Валрусом откинулся. Еще одна тычка. И нападать неужели продолжает? Это можно будет называть конвейером. Форев на блинке врывается. Ханскин может погибнуть. Неплохо с работным сайлансом. А дроу рейнджер лимп нападает. Далее. Форев лоу хп имеет. Торморка, в принципе, разворотил. Неплохо Солар Эквариор. Ворвался-то хотя бы с БФ. Он там чуть подамажил. Но без критов пока дэмэджа не столь прям много. Но его тут захотелось чуть-чуть побольше побыть. Коа также добавляет дэмэджа пингвинчика. Врывается Слардар. Убивает его. Врывается Коа. Девает дабл килл с одного удара. Свиду Мелонс. Валрус панч. Коа может погибнуть. Бывает еще Солар Эквариор. Прорабатывает, конечно, пистами. Но Коа. Ладно, ради дабл килла. Но тут еще, конечно, не так много дэмэджа дает Солар Эквариор. Но ту позицию, которую имели комплексы, как они кучно стояли. Будь у него криты, мы бы их не увидели. Да. Хотя бы даже малые криты и кристаллиц. Отдали много денег. Просто не стоило этого делать ради там двух киллов каких-то. При том, что киллы эти были не такие уж и важные. Ладно бы там СФа даже забрать сейчас. Тоже он представляет угрозу. Забрали Дроу Рейнджера. Ну, я не спорю, ребят. Но, по-моему, зря вы так поступаете. Хотя, ну, ладно. Это можно назвать, в принципе, как и жадностью. Но, в целом, она пока что не особо-то прям ударила по команде ВВП Феникс. И они могут себе позволить такие, знаешь, не то чтобы прям серьезные ошибки. В графиках там их преимущество пошатнулось не особо серьезно. Может быть, там буквально 500 голды. Это вообще не деньги. Как говорится, 24 минуты, бабки, не проблема. БКБ, как я и говорил, есть у нас у товарища, кто играет на Миране. Ой, Миране, господи ты, боже мой. Я еще не просыпаюсь, конечно же. А это было рассасен. Аппарат, кстати, с Мидасиком. У него все хорошо. И он себе начинает делать аганим. Дальше айтембриф коротенький будет перекидываться на Эмбер Спирита, у которого есть. И БФ, и Блинк, и Трэвела. И, в общем, чувствуется, в принципе, так же неплохо. Но как бы с МВП не сыграло злую шутку то, что они очень много денег потратили на Блинки. То есть они могут врываться и так далее, и так далее. Но комплекс эти Блинки не покупают. Комплекс эти пытаются как-то собраться в айтемы, которые им реально будут помогать в замесе. Но, Блинк, я не говорю о том, что он не помогает в замесе. Я говорю о том, что он просто перемещает тебя. Не дает никаких боевых бонусов. Только тактические. То есть тактическое преимущество, не более того. Смок от команды комплекс эти. Они отправляются к следующему Рошану, но его еще нет. Более того, там стоит трэп, который будет палить все и вся. Ну, или во вражеский лес. Думая, что враги формят там. А нифига, враги-то в смоках. Их лесу. Да, и сейчас будет что-нибудь интересненькое. Я думаю, что понимают уже, где находятся эти и другие. Потому что... А нет смысла дальше прятаться, да. Да, ну, в смысле, видно же, что на топе сейчас находится Solar Enquirer вместе с Ко. Поэтому сейчас комплекс эти... Либо как-то должны выиграть... Ну, им на хайграунд туда подниматься, собственно, лес невыгодно сейчас. Они могут там встрять. А тут тоже могут и встретиться. Да, да, там уже Ко стоит, они ждут их прямо здесь. Ну, вот и все, довольно-таки просто. К тому же, еще их уже видно было на трапе. Спалились ребята, еще одна трапа взорвалась. Они забирают пока там эншентов. Непонятно, чем занимается. В конце концов, Форев рано или поздно подойдет. Сейчас их куда-то ворвется. Дро Рейнджер. Кстати говоря, ушел от рички. Пришел к ним Snowball. Там Соренк Варион находится. Сейчас могут возникнуть некие проблемы. Лип просто оставался. Форев может погибнуть. Ко в драку так и не вступил. Минус один. И байбэк делает Слордар. Сейчас будет ответочка. Это сто процентов. Туда летит ультимейт от аппарата. Уже вошел туда Ко. Быстренько уходит в мату стайл. Ооо, что это мало. Все подцепили. Дали ему краш. И все. Байбэк от Слордара тут же он опять же в зоне мисси. Вот будет, боже мой, у Эмпи проблемы со здоровьем. Фрик получил себе по лицу. Неплохой нюк, кстати говоря, от Ганскина. Лимб. Что делает этот парень? И очередной нюк, который, в общем-то, последний для Слордара. Хорошую работу сделал Висадж. Пингвинчик неплохо стоял на хайграунде и просто расстреливал соперника. Это проигранная, так, и команда MVP Феникс. Более того, это дважды проигранная драка. Еще и байбэк успели сфорсить ребята из комплексити. И поэтому Качери уже наклоняются в сторону комплексити. То есть все то преимущество, которое было MVP, оно уже не кажется таким страшным и так далее, и так далее. Оно уже в сторону комплекса, типа, начинает перекидываться. Ну, опять же. Главная проблема состоит в том, что они, конечно, молодцы, что они дерутся все вместе, но они часто теряют основных ключевых героев в этих драках. Если пингвинчик имеет, когда 3-4-10, а ему киллов было бы иметь хорошо побольше, и Лимб 6-5-7. Означает, что они часто теряют их в драках, и они, в принципе, получают с этого мало денег. Сейчас, конечно, надо фармить и фармить им. Лимб при всем при этом весьма и весьма неплохо накидывает и раздает дэмэдж в драке. Айс Бласт летит. Соответственно, у Ханскина уже проблемы со здоровьем. Он пока что будет выживать, но... Ну, Айс Бласт всего первого левела без агонима. Чего уж там говорить. Так что, да, всего лишь десятый уровень у аппарата, но сейчас он, соответственно, с Мидасиком все дело решит. Вот был бы Мидасик не в КД буквально секунд там назад, был бы уже у второго уровня из Гластерна, бы он не убил Ханскина. Смотрим далее. Что у нас есть у Ланэ? У Ланэ есть Кристалис. У нее есть Кристалис, она готова идти в бой и решать вопросы. И мне кажется, что прямо сейчас этим будут заниматься ребята из МВП. Смог, кстати, в Курьере. Ребята из комплекции. И сейчас 32 одиночества. Хаст, кстати, у Бэйна. Ну, хорошо. Финсгрип есть. Финсгрип есть, можно и поесть. Прям с Гемом еще ходит. С Климером. Неплохо, неплохо. Лимпа при этом будет все сложнее и сложнее останавливать теперь, потому что мало того, что носит колоссальный дэмэдж, так он еще и Саягисом, он еще и возрождаться будет. Он будет жить два раза. Я так понимаю, что МВП не нужно им здесь драться. Они и так проиграли очень салатную драку, скажем так. Более того, у врага Саягис надо дождаться, пока он, соответственно, его потеряет просто по кулдауну и расследоваться и фармить тем временем. Нужен, конечно, будет контроль, да, такой через БКБ, если бы он у них был. Было бы лучше, иначе просто можно было бы и не нападать. Контроль со стороны команды МВП такой есть. Это Бэйн. Конечно, они такие вещи могут делать, но сейчас комплексити пошли в ход. И Манту даже пускает прямо сейчас Лим. Выбор Манты Стайла у Лимпа и у Пингвинчика, конечно же, понятно обоснован тем, что в соседней команде имеется Слордар, который наставляет минус армор. Они спушили Т2, и сейчас, кстати говоря, Солларк Барьер находится на топе, пушит там на хайграунде, здесь находится Форик. Желательно, конечно, им объединить немножко силы, потому что тот, что этот лэмаджа по вышке дает не так много. Здесь уже вышки нет у команды МВП Феникс. Нападает на Рейзена. Рейзен получает Велрос панч. Добивает его еще, к тому же, еще и... Ханскин. Да. До свидания, парад, до свидания, сторона. До свидания, бараки, можно сказать. Дальше-то что делать? На топе мы видим, тока-тока, доколупал барак Солларк Варьер. Слордар уже там находится. А вот в этом проблема крашенке Эмберспирит. Он может ломать лица героям, но он не может ломать вышку. Со временем, как Лимп может делать и то, и другое. У него был ла, почти сюда, вот он пришел на них сюда. И сейчас что вы делать собираетесь, друзья мои? Что? Вторую сторону теряет, ребята, с МВП. Полетит ли сейчас Драка? Драка должна быть, Финс Гриф готов. Нет, пока что просто усыпили Лимпа. Перенайд Мериор, правда, вошли в барак. Господи мой, Свиндл Мелон. О, мало ХП. Форев не знает, как рваться. Солларк Вариор по Сайлентс попадает. Хоть и более-менее демод сейчас залил тем, что ушел в кисты. Форев попал под действие ульта Лимпа. Он не вовремя подошел туда, стан давать, это уж точно. Потеряли еще один барак. Могут даже немножко остаться. Ханскин, Солларк Вариор. Ну, хоть тут он оказался. А он, знаешь, под Солларк Крестом его мог бы и уничтожить вообще. Да. Ну что ж, а все равно это колоссальные потери понесла команда VP Phoenix. Колоссальные. Графики сейчас обновятся. Ну, разумеется, они не будут показывать такого большого количества денег, которого, ну, как бы... Здесь дело не в деньгах, здесь дело в спушенных нафиг сторонах. Да, может, туда же один барак, хотя бы, аранжовый сейчас, может быть, и ответит им сейчас Эмбер Спирит. Хотя бы и так было бы хорошо, но Пингвинчик уже идет. Кто-то его зачинил, барак тот не добил, ну и фиг бы с ним. Без ним, он не отрегенится. Сели фамильяры. Это неприятно с Айлансом. Может, может быть, и достал бы сейчас Пингвинчик. Но там уже... О, из Скайграунда могли бы даже принять их. Слушай, они сейчас в атаку идут. Я так понимаю, что для MVP Phoenix они как-то отчаянные ребята. Могут сейчас попытаться наказать соперника. Кстати говоря, и по байбекам ситуация довольно неоднозначная. Эмбер Спирит имеет байбек, и Дракса имеет байбек. Далее еще байбек имеет Даззл. Ну, а из команды, соответственно, MVP Phoenix, у нас только у Эмбера есть байбек. Я имею в виду, потому что... Хотя... А, нет. У Сайфа тоже будет байбек. Через 40 единиц золота, то есть это как бы не деньги, как говорится, он купил себе. Иглсонг, соответственно, Лимб. В скором времени он и так, ну, улицы направо-налево отрывает. Сейчас еще будет и жить гораздо дольше. Так что все у него хорошо и прекрасно. 3126. Графики нам говорят о том, что преимущество пошло в сторону комплекса. Те там 3000 примерно. Ну, не важно. Важно то, что MVP Phoenix не могут атаковать вражеские стороны. Враги вроде как зажаты на хайграуннида своем. В то же время могут выйти. Хорошо подраться один раз. И это вот само следит пуша отбиться. И все. Ну, пока, знаешь, пока зарабатывать надо на байбеке в данный период. Вскоре появится Рошан и обе команды заинтересованы в нем, чтобы его забрать. И к этому нужно готовиться. Команде комплексити он поможет укрепиться и, возможно, даже и вовсе закончить этот матч. Поэтому команде VP Phoenix нужно отработать. Ну, вариантов много. Разнообразных. Но сейчас, конечно, комплексити подставляться не станут. Они будут находиться исключительно в пятером. А могут и сами сейчас попытаться отправиться в путешествие под Смоком. Да, более того, найти какого-нибудь, например, MP. Взять с него денежку. Далее поразвернуться. Снести до 2. Снести еще одну сторону. И обеспечить себе место. Этот товарищ отчаянный. Но он уходит. Понимаешь, что, скорее всего, его там убьют. Могут найти, да. Найдут. И когда найдут, как говорится, будет не по себе, не поздоровится парень. Ну, так, ладно. Смотрим за тем, как ребята из MVP в очередной раз пытаются атаковать вражеские стороны. Но при этом, при всем комплексити, идут вниз. Они настроены очень серьезно. Я так понимаю, ждать Рошана они не собираются. Не-не-не, они просто подпушат линию. И мы эти смысл дальше не особо имеются. Смоки разбить и зайти, да, соперникам в спину. Учитывая то, что спина соперников находится в лесу же. Ребята из комплексити. То есть, это как бы на домашнем стадионе они их принимать будут. Сейчас в первую очередь попадет под все это дело кюоу. Потому что он ближе всех к тому самому направлению, по которому идут ребята из комплексити. И сейчас бы прямо его зацепить. Было бы очень-очень классно. Хотя Дубу очень много делает своего финсгриппа, который в замесах... Фори получил сайланс, ушел на блике Дубу. Вынужден сделать тэп-аут, но не успеет сделать его, скорее всего. Демеджа очень много. Айсбласт выглядело неплохо, на деле оказалось несколько хуже. Также в лесу находится Ко. Прасывается он, попытается здесь забрать Ханскина. Врубает бокобешечку сноубол. Вэлрус панч, это много дизейбла. К тому же еще очень много демеджа по нему влетает. Виндл Мэлланс спасает из своего тиммейта, соответственно, сноуболом. И позволяет еще убивать кюо. Да, он на 90 секунд отправляется в таверну. Но, что самое главное, у него нет байбека. Сейчас команда Комплексити отправится. Не важно как, не важно куда, они отправляются на ближайшую линию. Допушивают ее и забирают последнюю линию у команды MVP Phoenix. Здесь же мы видим, как Соларанг Варьер старается хоть как-то исправить. Может быть, еще одну линию забрать здесь ему удастся. Хотя он это очень долго будет делать. Команда Комплексити сейчас просто может забрать трон. Да, проблема ММП Спирити в том, что он не умеет пушить, более того. Да, третью сторону, как ты сказал, они забирать не смогут. Просто потому, что еще один Т2 живой у MVP. Но можно играть в Т4, но заберите вы же барак. Вот тот самый, рейнджовый. Да, нет, они сыграют строн, но это окончательная точка будет. Матч, правда, лимпа, да, надо поперенять Мэрид, чтобы тот дамажил. Рапиру покупает Эмбер Спирит. Неужто будет какой-то Комплекс Рапиру, он должен возвращаться сюда. И он уже здесь. Летит ульт аппарата, врывается туда сейчас он. Воря встанет, сноубол идет. Трон пушится. Глип уже был, Свиндл Мэллоун, Соларан Кварио. Рыба убивает, но нужно отправиться убить всех остальных. Климп под БКБшкой, трон падает. Тот Рапиру, конечно, круто, но все равно не удастся их выгнать. Но зато Рапирка появилась. Зато Рапирка появилась. Это первая Рапира на нашем лане. Да? Если что, да. Ну, отчаянный ход, но, по-моему, поздновато. Дофармил он на нее. Хотя сплит пушил он реально хорошо, в плане, что он там все зафармливал с БФ, но вот пушить строение он не мог. Такая демажа была мало. Хороший начало от МВП Феникс и классный камбэк от ребят из Комплексити. Что ж, поздравляем ребят. Я так понимаю, что у нас сейчас будет небольшая статистика по матчу. Да, будет, наверное, через минутку. Мы пока можем...